Чё губнеть-то? О, пять минут назад вышел. Дешёвые закосы по три богатыря. Блять, может быть с этого и начнём? Как считаете, чат? Вот прям пять минут назад. Эпически свежее видео. Эпическое свежее, эпически свежее. Самое свежее, как говорится, прямо с полочки. Горяченькую. Горяченькую. Так что погнали. Дешёвые закосы по три богатыря. Алёнушка и Ерёма и Чудо-Юда. Вот три богатыря, кстати говоря, на удивление, это не говно мульта было, если я правильно помню. Причём там ещё и не одна часть была. И вроде бы даже очень нормас. Очень нормас, блять. Очень вроде бы даже норм. Как богатыри породили серию мультфильмов с озабоченными каннибалами, гигантским ежом и большим-большим количеством падений. А как насчёт... Озабоченные каннибалы, блять, звучит как охуенный мульт на Adult Swim. Дракона-рэпера. Ветер, ветер, ты могушь, ты гоняешь, таяешь. Дракона-рэпера. Насколько в Древней Руси уважают межвидовую любовь, и к чему приходит попытка уделать богатыри из студии Мельница. Сегодня мы во всём этом разберёмся. Не отходите далеко. Нихуя себе, какой сосный богатырёнок был только что. Сколько всего можно построить? Планы на неделю, иллюзии, коммунизм. Но давайте лучше начнём с конструктора. Тем более... Погнали, 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 погнали. Хотя конструктор, кстати говоря, выглядит охуенно. Вот это вот. Я уже его не первый раз вижу. Из вот таких вот дощечек и так далее. Там очень много прикольных ебанутых штуковин. Они задвигают. Какие-то даже там что-то там крутятся, пердят, пукают. Прикольненько, прикольненько. Правда, вот, единственный вопрос, знаете, это вот... Это вот непонятно куда. Да, это вот такой, знаете, продукт для людей, которые увлекаются чем-то таким, потому что обычному человеку подари, и она будет пылиться. Только либо ради интерьера, а в основном, наверное, для каких-нибудь коллекционеров, потому что соберёшь, и всё. И будет пылиться. Ну, то есть, да, но выглядит клёво. То есть, вы знаете, это тот продукт, который ты смотришь, и тебе хочется. Но потом ты понимаешь, что тебе делать с ним будет нечего потом. Идесяти различных. К бабки на хату, ну да. Этюгир. А, да, 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 нихуя, они вот, да. Чё там даже целый. Они, да, да, крутятся, короче говоря, механические. Поезд есть. И прямо сейчас переходите по скину Крутой Конструктор. И заказывай, пока всё не разобрали. Всем массовый вздрев. Вот что оставит наши кино... Как дела, да потихонечку лотевой. Индустрия после себя. Как уже всем давно понятно, мы живём во время франшиз. Это самый действенный способ запасть в душу зрителю. И что более важно, в его кошелёк, чтобы циклично выбивать бабло по максимуму. Да, франшиза это вообще офигенная штука. Если бы я строил бизнес, я бы тоже какую-нибудь франшизу хуярил. Если мы говорим о каком-то медийном бизнесе. Потому что это заебись. Если одна франшиза заходит, ты можешь реально доить чуваков на протяжении дохуй знает скольких времени. Сколького времени. Просто пиздец. Фактически, если сильно не обосраться, то ты сел на денежный конвейер, который тебя будет кормить, ну, уже всё, бесконечно. И какие успехи с таким на русском фронте? Ну, в области кино эту нишу заняли, прости господи, ёлки. Слава богу, три года назад вышли ёлки последние. Я ценю эту честность со зрителями. Да вашу мать! Ну, а касательно мультипликационной отрасли, то здесь всё очевидно. Самый успешный мультипликационный поток, это, конечно же, богатыри. Можно кучу раз говорить о том, как они скатились и превратились в бездушный конвейер, но, чёрт возьми, это просто сумасшедший успех и уже точно часть истории развития мультипликации в России. Хотел бы стать кинорежиссёром? О, бля, не. Это пиздец какой, какой гемор. А чем тебе рулетка, не франшиза? Ну, блядь, хорошая в целом франшиза, да? На другая серия никогда не могла позволить себе такое количество мультфильмов. Да даже до спин-оффов дело дошло. Всё, как у взрослых голливудских студий. И представьте, как многим хотелось повторить этот успех. Старославянский сеттинг вошёл в моду. Многим захотелось вернуться к корням былинных персонажей и составить конкуренцию для студии Мельница. Получилось ли это ху... У них, кстати говоря, классно получилось. Они их так адаптировали, я к тому, что прям охуенно смотрится, а не как какое-то говно напяленное ради того, чтобы просто использовать старый сеттинг. Ну так-то очевидно, что нет, но давайте разбираться по пунктам. Попытки повторить успех трёх богатырей. Мультфильмы, которые вы, возможно, и не видели. Но я увидел их за вас, потому что моя судьба — это страдания. Поехали! Алёнушка и Ерёма. Могу сразу сказать, что местный злодей-немец, которого показывают в самом начале, легко уделывает всех богатырских антагонистов. Уже хорошее начало, мне нравится. Немец, отлично, так? Потому что поддерживает межвидовую любовь. Надеюсь, до спаривания дело не дойдёт, хотя, честно скажу, местным персонажам не помешало бы кое-что взять от улиток. Ведь это типичный пример мультфильма со схемой «У нас в кадре будет постоянно что-то дёргаться», лишь бы не отвлечь вас от мысли, не зря ли вы всё это смотрите. За первые три минуты злодей умудрился выстрелить из пушки по фигуркам. Спасти улитку от своих же снарядов, попасть в пороховую бочку и развалить дом. Но вы знаете, это прям идеальный пиздец для детей. Я прям тысячи раз говорил, что детям... Почему дети, например, любят в том числе ютюберов, где дохуя монтажа? Потому что свисты, перделки вот эти вот прям, которых, блядь, это просто, это прям топ. Это прям вау, блядь. Всякие подростки лет 14, даже до 16 лет, блядь, смотрят просто как... Не могут отвлечься, им это заебись. Им даже похуй вообще, насколько это смешно. Им будет смешно только потому, что там дохуя свиста перделок и всё. Мультфильм просто захлёбывается от гиперактивности. И приходит к вот такому финалу сцены. Я рыцарь, фрау и лоб фон Светтер. Я всем объявлять войну. Больше никаких игрушек. Я найду новый замок. И завоюю весь мир. Одну из самых... Это, кстати говоря, интересное развитие персонажа. Он игрался с пушкой, разъебал себе всё, потому что у него кривые руки ебаные и растут из жопы. И он делает следующий вывод. Всех нахуй убил и разъебашу. Как это связано с его кривыми руками и неудо... Вообще плохо понятно. Но да. 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 Мых странных формирований мотивации злодея, что я это когда-либо видел. Весь мир поплатится за то, что я криворуки, потому... Бля, заебал за мной повторять. Блядь, акр за мной повторять. Что если бы реальность была бы справедливой, она бы никогда не позволила родиться на свет такому нелепому персонажу, как я. В этом мульте дочка царя секс? О, сейчас увидим её, наверное. Ого, вот это ядро появилось, а? Ну вы сами напросились. Вот это ядро появилось, а? Ага. Периодически мультфильм будто не понимает, что он хочет сказать определённой сценой. Есть такое понятие, как анахронизм. Это когда в каком-то произведении появляется вещь, которая не может быть в этом временном промежутке. Часто такую фишку используют осознанно для комедийного эффекта. Яркий пример тому Джин Валадини. Он превращается во всяких поп-культурных персонажей, которые, по идее, и неуместны в этом сеттинге. Но так-то на это пофиг, ведь главное, что смешно. А вот на титрах Аленушки и Ерёмы главные герои сидят в кинотеатре и смотрят фильм сами про себя. Для чего? Тут будет какая-то игра в постмодернизм, и они будут, типа, комментировать сами себя? Нет? Ну или это сыграет какую-то роль в конце? Будет яркая смешная сцена? Нет? Они... На Берсерка в 3D похоже, такое же говно. Бля, я про Берсерка в 3D тысячи раз слышал, там прям реально такая параша лютая. Просто встанут на финальных титрах и споют. Простите уж за спойлер. Я понимаю, выглядит так, будто бы я придрался к мелочи, но такие решения в самом начале уже могут характеризовать весь мультфильм. Блядь, реально просто уёбищная хуйня, как ёбаная театральная постановка, где потом актёры, которые играли злодеев и добряков, выходят на сцену, кланятся, начинают такой... Такие шансы и петь. Бля, это прям, прям отстой. Это когда ты хочешь что-то вставить интересное, но ты долбоёб, который мыслит клишированно, и всё, что ты можешь, это копировать, да к тому же копировать хуёвые решения. И вот ты высираешь Алёнушку, и там кто-то там ещё непонятно. И что им всем тихо не сидится? Ну, Макаревич! И вот стоит ли этот временной... Макаревич, блядь, а при чём тут он? Ёбаный рот, блядь. Чисто шутка, блядь, для людей за 50, нахуй, которые уже одной ногой в раковой опухоли, своей поджелудочной, а другой, блядь, почти что на финальном пути выплаты ипотеки за свою однокомнатную квартиру в Бутово. Это вообще, это прям шутка, прям охуенно для детского мультика. Ну, Макаревич, типа, машина времени. Вот, шизоид, кстати говоря. Забавная шутка, да. Конфуз того, хоть один ребёнок оценил, что Ерёму назвали Макаревичем, для кого эта отсылка? Почему именно Макаревич, а не любой другой рок-исполнитель? Дорогие сценаристы, просто назвать фамилию известного человека это не элемент пародии, это просто... А просто, а просто чуваки, которые делали этот мультик, они думают, что это уже, знаете, Макаревич нарицательным стало. Типа, ну это настолько распространено, что когда кто-то слышит музыканта и не знает кто он, типа такие, эх, Макаревич! Типа того, знаете? Только нихуя так никто не делает. Какой, блядь, Макаревич? Сколько раз вы слышали, когда ваш батя проходил мимо комнаты, слышал, как вы, например, пытаетесь заниматься музыкой или еще что-нибудь такое, и кричит, о, Макаревич растет! Ну, типа, блядь, музыканты. Бля, есть гораздо более интересные личности, гораздо более популярные. Там, я не знаю, например, батя идет, мимо вас слышит, как вы поете, и кто-то говорит, о, Майкл Джексон! О, Фредди Меркури! О, там еще кто-то! Видит, как вы вены врежете, и говорит, о, блядь, Курт Кобейн! И так далее. Но, блядь, какой нахуй Макаревич, серьезно? Кто, блядь, так говорит? Так никто, сука, не говорит! Это какая-то локальная шутка! Это все, что я сейчас приду куда-нибудь, не знаю, выступать в зал, и высру какую-нибудь шутку, которую шучу только я и два моих друга! И смеемся только мы, потому что мы знаем, о чем речь! И я такой... И все такие, что за долбоеб? А я такой... Просто произнесение слова и все! Ладно, и так, вследствие опять же всяких ситуаций, где что-то упало и дернулось, мультфильм вообще в этом плане не дает передышек. Алена и Ерема знакомятся друг с другом. Так, Алену покажите! Блядь, Ерема, мне пиздец, напоминает этого... СКР-СКР! В БЕЛЫХ НААЙКАХ! СКР-СКР! Только ему сделали завивку, блядь, вниз! Это же фараон, нахуй! Просто, блядь, с него, с него реально, с него хуйнули, только просто завитки ебанули сюда. То есть прическу поменяли, ну, чтобы больше соответствовало сеттингу, в котором он находится. И мне нравится... И, кстати говоря, он занимается музыкой, а Алена, блядь, это просто пиздец. Она, она, она лежит, блядь, с таким выражением лица. Вот ты ее, вроде бы, завалил, а она такая, ахахахаха, а у тебя точно есть насвай? Понимаете? Блядь, это пиздец. Кто-то сказал, что Алена здесь соская. Ну, хуй пойми. Ну, хуй пойми. как он уже тянется к ней сосаться, еще даже не сказав ей ни слова. В мире Аленушки... Да, мне нравится, что Алена в этот момент отвернулась от него. Просто, видите, такая, не, ну, она здесь окей, да, ладно, я соглашусь, она здесь сделана аккуратно, она здесь сделана аккуратно, и это, это примерно, это примерно и зарисовка моих отношений с женщинами, или ваших чат. Мне кажется, это так примерно и происходит. Это вы полностью целеустремленные и хотите получить чего-то. Вы полностью... А она, а она, как вы понимаете, держит вас на расстоянии. В то же время, как бы, вроде бы, и не то, чтобы отталкивает вас. Но, блядь, она нихуя делать не собирается. Она смотрит на кого-то другого. На кого-то другого. Кто же там находится? А там находится чатик. Она смотрит на чат. Блядь, братан, тебе не повезло. Слово. В мире, Аленушки и Еремы, все нужно делать быстро, так что никаких поцелуев на первом свидании, только секс. Вообще, первые три раза, когда они пересекаются, связаны с бесконечными падениями. Бля, ебать, вот это пиздец. Это же, это реально в мультик ставили? Он же сейчас на колу пойдет и его проткнет насквозь. Ее забрызгает кровью. Это будет охуеть сцена. За что суд этот мультик тогда? А нет, ладно. Блядь, такую сцену проебали, это пиздец. А она потом бы мстила за него. За Бору, например. Будет потом, что рассказать детям. Уверен, само зачатие, скорее всего, произойдет из-за очередного падения. Падение Аленушки на его хуй. Ха-ха-ха-ха. Снова неудачного падения. Вообще, мультфильм может брать передышку на раскрытие персонажей, но выражает это в песнях, но их тут слишком много. Ебать, блядь, это что за булдыга рыжая была? Те персонажей, но выражает это в песнях, но их тут... Нихуя себе, блядь, просто посмотрите. Слишком много. Герои постоянно поют. Поймите меня правильно, почти все любят какую-нибудь песню, типа «Отпусти и забудь» из холодного сердца. Но мало кто хотел бы, чтобы та же Эльза... Бляж, сука, ненавижу холодное сердце, сердце заебанной Эльзы. Знаете, что мне напоминает Эльза? Эльза мне напоминает блядскую Капитан Марвел из мира диснеевских сказок. В сечете о чем я? Ебаная, чсвшная, отвратительная, охуевшая мразь, блядь. Как же она бесит, ебаный рот. Ляде, я не могу. Эльза не затыкалась с пением весь мультфильм. Что уж говорить про Аленушку и Ерему. Ощущение, что создатели мультфильма ошибочно считают, что любые слова героев резко станут значимыми, и... Как тебе сюжетный поворот с принцем в холодном сердце? Охуенно. Если просто наложить их на музыку. Зато на шашкой кухне всегда готовый щит. А когда поводы... Как же это, блядь, весело. Я забываю, когда я рассуждаю о таких проектах, что дети тупые, ну, потому что они маленькие, но... Блядь, если так подумать, как же выглядит кринжово, когда кто-то поет, пытается танцевать и делать это смешным. Это прям... Это прям пиздец. ...петь себя исчерпывают, просто появляется фоновая музыка. Вообще, если подумать, большинство танцев кринжовая хуйня какая-то. Прям... Прям вообще хуйня. Особенно, если посмотреть на людей, которые танцуют. Там, где, блядь, пиздец? Ты такой смотришь, блядь, че за хуйня? Музыка со словами. В мире полном мураво, радости и счастья. Это что, антиутопия, в которой отсутствие музыки больше пяти минут разрушает землю? Вот главный герой поет известные русские песни. Луч солнца золотого, миллион, миллион, миллион алых роз, и днем, и ночью лишь она передо мной. Он не как-то смешно переделывает, он просто повторяет. Ну это отсылки, чтобы, блядь, чтобы родители... В чем прикол этих мультиков? Типа, прикол в чем? Когда их выстирают, авторы думают, сейчас родители будут смотреть в кинотеатрах эту хуйню вместе со своими детьми. И они такие, сделаем смешные тупорылые танцы для детей, ага, сделано, и взрослые отсылки для взрослых, чтобы они подумали, что не зря отдали денег за билет, чтобы взрослые хохотали вместе с детьми. Ну, типа, блядь, пусть постоянно этот дурак падает на эту пизду, блядь, это смешно для детей. Но при этом, будем говорить про Макаревича, политический строй Российской Федерации, еще захуярим пару шуток про Путина, и давайте исполним Пугачиху. Вот это просто взорвется, охуеть, все бабушки и, блядь, дяди, тети за 40 будут просто в оргазме и скажут, какой охуенный мультик, блядь, вот это пизда-то, побольше бы таких. Чисто работают прям про перестройку, про перестройку шутка, да-да-да, про перестройку еще, точно, точно. Тут нет никакого юмора. Лучше сходить в караоке-бар и послушать пьяных посетителей, это и то больше шанс словить что-то забавное. Вы спросите меня, например, пиздюлей, ха-ха, а в чем я понял, Анатолий, собственно, сюжет. Если честно, мне трудно сказать, ведь мульт не следует вообще никакой сюжетной логики. Когда нам вначале так много показывают немцы, мы здраво предполагаем, что он главный злодей, однако вот это злодей, ну точнее он и его помощники. И вся эта троица будет говорить с нарочитым акцентом, будто бы этого достаточно, чтобы смешить. Э, девушка, ааа, какой хороший. Ебать, это смешная шутка для людей постарше. Так все крутится вокруг Наташи? Ебать, вот это, блядь, вот это, сука, а вот это внезапно стало дохуя смешным. В контексте детского мультика приключения ребят из Турции за Наташей выглядит очень смешно, блядь. Внезапно, внезапно стало, да, нормально, нормально. Ну-ка я все хочу посмотреть. А зачем на мой стул сел? Должен сидеть на этот стул. Знаете, что мне это напоминает? Времена, когда ситком Наша Раша был очень популярен, и его юные зрители постоянно воспроизводили акценты оттуда, заставляя людей вокруг сходить с ума. Наша Раша как гроши очередь. Блядь, кстати, как меня это заебало в свое время, сука, какая жиза. Каждый ебучий обмудыш во дворе и не только считал себя дохуя смешным, выдавая каждые пять минут на любые вопросы или еще что-то. Вот это, вот это, вот это вот пародийное хуйню. Боже мой, блядь, всю жизнь меня окружали дегенераты. Итак, вот этот вот Шах хочет себе очередную жену, и он отправляет своих помощников, чтобы забрать себе Алену. И вот сейчас урок. Наташу, если быть точнее. Как загубить потенциально рабочий сценарный момент. В процессе помощники Шаха передумали и у... А, да-да-да-да-да-да, еще вот это вот. Да ты успокойся! Это еще... Блядь, пиздец. Пиздец. Решают взять с собой царевну Всеславу. Царевну Всес... Всес... Всесалу. Всесалу, понимаете, сала много, Всесала. Царевна Всесала. Ебать, она жирномордная. Я в ахуе. Пиздец, блядь. Не, ну они там любят, кстати говоря, такое. Вот теперь стало еще смешнее. Они отказались от стройной славянки в пользу некрасивой толстушки и славянки. Ну, прям, это прям пиздец, блядь. Это вдвойне стало смешным. Это, блядь, это пи... Ой, блядь, пиздец. Господи, ебануться. Это же все по канону. Потому что, ну, она, типа, большая. Не осуждаю подобные фетиши. Вот это... Ой, блядь. Они реально это объяснили вот так. Они реально объяснили это так. По сюжету. Ой, пиздец. И вот происходит похищение. Наконец-то появляются зачатки конфликта, когда мультик идет уже час. Аленушка и влюблен... Аленушка превратилась в... лошадь. Блядь. Ну, тут, конечно, пошло разви... Блядь, это порнуха какая-то, я не понимаю, что за угар? ...в нее Ерема отправляются к Всеславе на выручку. Мы наблюдаем путь, в котором героям нужно будет пройти через превозмогание и столкнуться с финальным боссом. Царевна наша, хорошо бы вернуть. А это... А-а-а, Праздник души! Слушай, это увезли вашу царевну. А, вот как. Вы не подумайте, у этого есть причина. Всеслава оказалась для Шаха слишком сильной и независимой. Начнем с реформы власти. Матриархат самая передовая форма правления. А где Фонтан? И вы поймите, я признаю, что это забавно. Но, блин, это не скетч-шоу типа шесть кадров. Тут должна выстраиваться какая-то история. Чтобы вы понимали, в какой-то момент очень-очень жирно рыцаря немца запирают в туалете, потому что сценаристы, очевидно, не знают, что с ним делать. И он выпадает из сюжета, чтобы потом вернуться в историю, где он не особо-то и нужен. Ощущение, будто тут сценарий не мультфильма, а какого-то детского утренника. Ведь если вырезать все падающие гэги и песни, то мульт, наверное, будет идти минут 15 максимум. И у этого есть продолжение. И вторая часть опять же обм... Приключения Аленушки и Еремы. Новые, прям так и называется. Они решили не запариваться. Просто новые... Как назовем вторую часть? Приключения Аленушки и Еремы 2. Нет, хуйня. Может быть, назовем как-то интересно, как вот, ну, например, Приключения Аленушки и Еремы. Поход. Вот, блядь, в Некрополис. Или о чем у нас сюжет? Я не знаю. Нет, давайте просто новые приключения. Мы же новые делаем. Ну, новые приключения Аленушки и Еремы. Обманывает меня своим началом. Ну, чтобы все понимают, что не старые. Это новые. Здесь у нас гигантский еж. Если что, это... Бля, еж пиздец криповый. Это зверь. Как будто бы еж из мультика ежик в тумане мутировал и пришел разъебывать, блядь, страну, в которой живет Аленушка и Ерема. Был еще в первой... Особенно мне нравится его голый жирный пупок, блядь. Ээээ, пиздец. Учитывая, какой еж огромный, его, его, блядь, голый жир... Его голый жирный пупок выглядит... Выглядит как будто бы это батя превратился в ежа и пришел из завода. Там он стал огромным из-за волшебного яблока и неосторожного пожелания Алены. Кушай на здоровье. Блядь, пусть у Ерема будет большой пенис, блядь. И такая, ой, яблоко уронило. А яблоко как бы было настроено на то, чтобы все делать больше. Его съел еж, блядь, и у него не только пенис вырос, но и весь он. Как бы неосторожное желание Алены привело к плачевным последствиям, ребят. Если встретите магическое какое-то существо, будьте внимательны и загадывайте конкретно что-то. Безошибочно. Ты большой. Ёж, если что, охренительный, как по мне. Но на сюжет или его подобие в первой части он вообще не влиял. Просто нам иногда показывали, что он есть и зашибись. Не худший способ простянуть хронометраж. И вот в первую минуту сиквела нам показывают такую сцену. Аленушка, будь добры, расколдуйте меня назад. Хочу быть маленьким, как раньше. Если так подумать, реально вышел трагичный персонаж. Но, блин, меня обманули во второй раз. Он опять не участвует в сюжете. Мелькает там не... Блядь, я его не запрут в туалете, нет? Несколько раз а-ля Скрет в ледниковом периоде и внезапно появляется в финале, чтобы победить главного злодея. Вот такой вот бог из машин. Представьте, если бы в фильме Мстители Финал Таноса побеждал бы один из мужиков, что присутствовал в группе поддержки с Капитаном Америка. Да, ежа по времени в мульте больше, но отношение к основной истории у него примерно такое же, если не меньше. Сюжет второй части в целом копирует схему первого фильма. Там спасали все славу, а тут спасают шаха и немца от африканцев-каннибалов, которым не хватает страсти, потому что у них только один мужик. Блядь, а нахуя их спасли то в итоге, если они их захватили только ради того, чтобы они баб ебали? Нам не хватает страсти и ревности и власти. Здесь три живут красавицы и один мужчина. Делим неделимое, мы его о нас. Блядь, это угар, что она в этой песне пасуха змею сползает? Блядь, идите нахуй. Господи, блядь. Ой, блядь. Она еще... Это что за... Ебаный рот. А почему у этого змея два глаза? Могли бы ради прикола, я бы не знаю, если бы я был автором этого мультика, который так угорает, я бы сделал так, например, чтобы у змея один глаз был перебинтован или бы у него была повязка у пирата, это было бы такой тонкий намек на одноглазого змея. Но как бы у змея два глаза, просто один, как бы, он, понимаете, как у пирата закрыт. Ну, то есть, как бы, видно только один глаз. И она сползает по одноглазому змею. Я реально не знаю, как к этому относиться. Я надеюсь, это не какой-то эвфемизм, скажите, что нет. Бля, о, факт, нахуй, ёб твою мать. Я большой, самый большой, ха-ха-ха-ха, линия Яремы и Аленушки, это что-то с чем-то. Кто вообще придумал, что он хочет стать рок-звездой? Нахуя это вообще высорили, я не могу понять. Мне нравится, что в этой романтичной песне он даже не называет Аленушку по имени, а именно дочь царя. Ну, походу, социальный статус превалирует. С другой стороны, я как-то не понимаю, а за что еще любить Аленушку? Она обламывает Ярему с его желанием отправиться в турне, разгоняет его группу, она ревнует его к всеславе, из-за нее разбивается самолет героев, и со всем этим багажом действий я не верю, что она реально в конце приходит к каким-то выводам. Дура, я была ревнивая. У меня стойкое ощущение, что она говорит это потому, что знает, что мультик скоро закончится, ну и чего уж, пора. Единственный персонаж, который оставляет приятное впечатление своим умом, самостоятельностью и способностями, это всеслава. Но, как ни трудно догадаться, Бля, всеслава как будто бы из плакатов СССР сошла, где она показывает вот так вот такую рабочую бабу и написано Пятилетку за два года, бля. Там мультфильм называется Приключения Аленушки и Еремы, а не Приключения Всеславы. Что еще можно сказать про сиквел? Ну, тут стало меньше моментов, где кто-то падает, и это плюс. Хотя, возможно, у меня уже просто атрофировалось восприятие, и я перестал это замечать. Как-то я упомянул на своем стриме об этих мультах, и мне сообщили, что их так-то многие любят. Ну, отчасти... Да? Могу понять. Они точно... Блядь, может быть, этих детей, которые говорят о том, что они любят эти мультики, их как в заводном апельсине посадили на стул, вот так вот раскрыли глаза и хуярили. И сначала они от этого блевали, а потом через какое-то время привыкли и начали любить. Точно не скучные. И, наверное, вот в совсем юном возрасте, когда ты вообще не думаешь о какой-то смысловой части, главное, чтобы что-то бодро мелькало, эта серия мультов может и зацепить. Вообще, ощущение, что и сами мультики делал ребенок, который хаотично брал игрушки, в данном случае 3D-модельки, и разыгрывал с ними небольшие сценки, но не удосужился снабдить эти сценки целостностью, потому что такая работа слишком скучна для гиперактивного детского мышления. Сценарист всего этого дела Андрей Кончаров... Кончалов, ну, Гончаров там... ...читает вебинары о том, как он поработал над тремя фильмами за два года, но я что-то не уверен, что в данном случае эти... Как сделать три фильма за два года? Андрей Гончаров, блядь, он сам смеется. У него на аватарке, вот в программе, в которой он, собственно говоря, ведет эти вебинары, у него аватарка, она как бы... Бля, неужели они в это поверят, блядь? Е-е-е-е-е-ба... Блядь, короче, знаете, мне вот такие люди, которые ведут подобные вебинары, они мне напоминают инста-бизнесменов, знаете, таких занятых тёлок, в основном это тёлки в инсте, которые говорят, бля, я сегодня проснулась в 10 утра, ребята, весь день загружен, как бы сейчас быстренько надо закулыниться со всеми ребятами, расписать дела, вот не знаю, что делать, и вот, потом через 15 минут новая история, спошла, купила себе рафт, тёплый с молоком, прям не могу, вы знаете, просто потрясающе, весь день загружен, как бы некогда думать, некогда, некогда двигаться, просто вся в работе на автоматике, и вот, и вот, вот мне, мне напоминает этот чувак то же самое, когда ты знаешь, сделал кучу говна, потом приходишь к какую-то передачу, а тебя представляют, владелец трёх межконтинентальных корпораций, бизнес-тренер, певец, актёр, волейболист, блядь, то ещё дрочила, порно-режиссёр, профессиональный киберспортсмен и хороший отец, блядь, хуй голодец, блядь, выходите, когда, знаешь, на тебя навешивают абсолютно куча бесполезной пиздотни, которой ты не соответствуешь, вот тут примерно то же самое, три фильма за два года, три говна за два года, блядь, охуеть, это всё равно, что я делал бы вебинары, где бы сказал, наснимать тысячу видосов за год, блядь, тысяча говна неинтересного за год, блядь, вебинар, тысяча видосов за один год, хе, ой, пиздец, этим стоит гордиться, тут ещё прописано, что он работал над мультфильмом Чудо-Юдо, Чудо-Юдо, блядь, навернём и это дело для полноты картины, так сказать, история является некой вариацией царевной лягушки, только с драконом, потому что драконы круче, наверное, и честно сказать, после всех этих чарующих 3D-хлебальников, мне было очень приятно увидеть 2D-графику, который, бля, кстати, выглядит лучше, честно сказать, выглядит на уровне волшебника изумрудного города 2000-го года, блядь, где лев, где лев, просто, понимаете, он не спал уже, блядь, 27 лет, он уже просто, блядь, дайте мне снотворное или застрелите меня, я, блядь, не могу так больше, ёбаный рот, блядь, меня выгнали из спрайда, я не трахнул ни одну львицу, я хуй, блядь, с хреном доедаю, кто-нибудь... но, тем не менее, я готов был это проглотить, но потом появился он, жуткий бич отечественных мультфильмов, который, казалось бы, и в более дорогих трех богатырях выглядит не очень, что уж говорить про всяких чудо-юд, 3D-графика, встроенная в 2D-мир, я понимаю, что это способ сэкономить и бюджет не резиновые, но почему все так стрёмно? Мы же все-таки не в 90-е и живем. Тогда 3D было чем-то новомодным, и сам факт присутствия... Блядь, кстати говоря, это выглядело, причем не так... ну, блядь, это выглядело дешево, но охуенно все равно. элементов казался, ну, очень крутым. Хотя вот здесь, конечно, выглядело просто как дерьмо. Но в 2018 году таким явно было не удивить. Тут нужно скорее наоборот, озаботиться, чтобы 3D не выделялось и выглядело органичным, а не как тут. Ну, ладно, что тут с историей? Царевна Варвара не хочет замуж, потому что... А я хочу, чтобы меня полюбили такую, какая я есть, за мою... Я не брею подмышки и ноги и снимаю это в ТикТок. А еще я считаю, что вот этот знак, обозначающий помощь, надо, чтобы запомнили все мужчины. Если вдруг женщина машет именно вот так, значит, ей нужна помощь. Обратите внимание. Еще мне очень страшно находиться в вагоне метро с одной, с другим человеком, если это мужчина. И я считаю, что человек, который заходит с девушкой в лифт, должен спрашивать у нее разрешение, можно ли это сделать. Это цивилизованно и правильно, и логично. А, вы не слышали? Короче, сейчас новое венье, теперь феминистки и прочие дамы с крашенными волосами пришли к тому, что, когда девушка заходит в лифт, и чтобы за ней зашел мужчина, он должен спросить разрешение, можно ли это сделать или нет. Потому что девушка боится, типа, ей страшно, замкнутое пространство с незнакомым мужчиной, и мало ли что случится. И вот вы знаете, что я, когда это впервые услышал, я не совсем понял... Я не совсем врубился, в чем заключается логика. Потому что, если я, предположим, убийца или насильник, то как это поможет ей? Я ведь просто войду в лифт и все. И даже если я спрошу, можно ли войти в лифт, а мне скажут нельзя, я все равно войду. А если я нормальный, то тогда и смысла нет бояться. Я в плане того, что если вдруг за тобой заходит мужчина с целью тебя разъебать, он просто войдет с тобой в лифт, хочешь ты того или нет. Я немного просто вот этой хуйни не понял. И в итоге мы получаем следующее, что как собаки сутулые разрешение должны просить будут обычные мужчины, которые никакого вреда и не собирались наносить. А те, кто вред наносить собирались, они как наносили, так и будут. Душу за глубокий внутренний мир. А ты не задумывалась о том, что никто не любит твой внутренний мир, потому что у тебя его и нет? А? Ну такое должно было прийти в голову. Царевна отвергает всех, в том числе и чародея Бальтазара. Больше не могу... Бля, кстати говоря, почему царевна ебало не умыла до сих пор? А, или это... Подождите. Ей ебало набили, или она грязная? Что это такое? Или вообще, что это? Там она, видимо, испачкалась, да? И чародея Бальтазара. Больше не могу этого скрывать. А, ну да. Да, видимо, она была грязная. Ваш богатый внутренний мир, будьте моей женой. Мы похожи. Я вообще не планирую выходить замуж. А за вас так уж точно. Эй, это как-то грубо. А почему это такое категоричное заявление? Блядь, так говоря, вам не кажется, что она их правду отказала крайне высокомерно и охуевше. Ну, так и комплексы можно получить, нет? Бля, просто прикиньте, вы делаете девушке предложение, ну или просто говорите, ну давай вместе куда-нибудь пойдем. Монка... Ой, вы очень похожи, ну я не собираюсь ни с кем идти гулять, а с тобой тем более. И ты такой, блядь, понятное дело, ты сама выбираешь, с кем гулять, но можно просто сказать, типа, нет, извини, блядь, я не хочу. Что за унижение, блядь, непонятное? Из-за его внешности? А как же внутренний мир? Или стрелочка не поворачивается? Это заклятие страшной силы. Милый, расколзовать тебя сможет только тот, кто тебя полюбит такую, полюбит и поцелует, но ты не можешь... Ой, блядь, да это всё до первого анимешника, он не только полюбит и поцелует такую хуйню, он её ещё и выебит, блядь. Блядь, отряд фури-любов, блядь, уже выехал, нахуй, там просто дрочёных хуёв, блядь, целый вагон, блядь, в очереди. Как будто бы трудно расколдоваться в 2021-м от такой хуеты, блядь. Уже, блядь, не успеют заколдовать, блядь, уже расколдован будешь во все щели. И в целом история начинается адекватно. Нам не кидать в рыло куча персонажей, а сосредотачиваются на драконихе и Иване, который как... Иван будет ебать дракониху, неплохо, неплохо, блядь. Надеется, перевоплотившаяся царевна полюбит её, так как он проявлял симпатию к ней... Ой, блядь... ...до превращения. Но, разумеется, он не узнаёт в чудо-юде свой былой объект любви. Мультфильм идёт всего час пятна... Типичная бытовуха в России, здоровый, блядь, мужик пришёл с работы и хуярит свою бабу поленом. Блядь, я не хочу ничего говорить, но у этой шалавы есть крылья. И у меня обычный вопрос. На кой хуй ты, сука, сидишь у него, блядь, на плечах? Ему пиздец тяжело, у него сейчас кишка высрится, блядь. Он карабкается по ебучей блядской горе. Посмотрите просто на его ебало в этот момент, он в ахуе. Если показать это ебало детям и спросить, что сейчас происходит сзади, половина детей скажет, что его ебут, а другая половина, что он срёт. Но не тут-то было, блядь. Здесь на нём, нахуй, блядский дракон. Дракон, у которого есть блядские крылья. Крылья, сука! Так, чтобы мы поверили в их любовь в финале. И нам хорошо показывают начальный конфликт. Персонажи не особо ладят, но... Ну, типа, они маленькие, неразвитые, я хуй пойми, блядь, не знаю. Поэтому она не умеет летать ещё. Продолжают путь. Достойный первый акт. А потом в дело вмешивается Баба Яга, которая берёт дракониху в плен и заставляет Ивана отправиться за разными нужными ей артефактами. И тут мульт начинает немного сбоить и сыпать в нас модными штуками. А ну-ка, стоп! А ну-ка, а ну-ка, задай ритм! Сломалась уникальная, машинка музыкальная, русалки в стиле... Ой, блядь... Сами под неё плясали! Песня «О боже, какой мужчина». Я полагаю, что она, наверное, была модной в то время. Но нельзя тупо пихать всё, что в тренде, если этому нет здесь места. Странно, что не добавили в кадр Уганда Наклса и не пустили в дополнение на фоне трек с Кибиди. Или что там было в эти дремучие времена в моде. Но есть гораздо большая проблема. Весомую часть мульта Иван и Дракониха проводят друг без друга. А я напоминаю, им нужно время, чтобы один полюбил другую. Блядь, вы видели ебало Ивана? Им нужно время, чтобы один полюбил друг... Ты чё, сука, блядь? Это что нахуй за Иван, блядь? Блядь, алё, художник ёбаный! Это что, блядь? Это что за Иван? Блядь! Это что? Они хотят, что это за лесбийская пара? Или что? Что это, блядь? Что это за, блядь, Иван? Где вы таких Иванов видели? Я не могу понять. Ёбаный рот, блядь! О, господи! О, боже! Другую! А в результате происходит такое. Меня ты не любишь? Никто меня не любит! Блядь, он сейчас засосёт дракона или нет? Никому я не нужно! Ну что ты, что ты! Ты теперь мой лучший друг на веки вечный! Хе, друг, блядь! А мы с тобой через такое прошли! Нет, подождите, подождите, блядь! Такой выход из френдзона не работает! Нет, за тобой, братан! Погоди, блядь! Какого хуя? В заклятии имелось в виду, что... Какой, блядь, друг ты, ебанутый? Это всё равно, что если бы все пацаны, которые оказались во френдзоне, считали всех девушек, у которых они во френдзоне своими девушками, хотя большинство ебланов так, наверное, и считают. Ладно, не суть. Русская, давай, тебя сможет только кто-то, 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 кто-то. Блядь, да это же вообще заклятие хуйня ебаная! Я не уверен, что это считается. Нет, это, конечно, всё хоро... Да, 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 вот я про то же. Хорошая причина для дискурса зоофилия это или нет? Но как-то не верю. Это выглядит так, будто она нажалась, надавила, а не как какое-то осознание Иваном своей любви. Да, Иван такой, да ладно, блядь, ты не такая уж и страшная. Сюжету просто не хватило времени на раскрытие данной темы. А ещё тут есть рэпующий дракон. Сижу за решёткой в темнице жирой, вскормлённый в неволе дракон молодой. Надеюсь, вы в восторге. Чудо-Юда не кажется мне плохим мультом. Он скорее не дожатый и просто не вызывает особых эмоций. Но, на мой взгляд, он больше заслуживал сиквел, чем Алёнушка и Ерёма. Блядь, да. Но какой-то гений маркетинга решил, что это отличная идея выпустить Чудо-Юда примерно в то же время, когда вышел мульт Три богатыря и принцесса Египта. Как нетрудно догадаться, Чудо-Юда конкуренцию не выдержала и в прокате сгинула. Что говорит нам о том, что помимо самого качества мультфильма, озаботьтесь на тему даты релиза. Это далеко не единственные мультфильмы, что пытались ухватить хайп... Нихуя! Вау! Богатырей. Если вы хотите ещё такие тематические разборы, то пишите в комментарии. Важно увидеть вашу активность. А с вами был Акар. Не забывайте про мой бу... Бля, ну что ж, это было забавно. Это было забавно, да. Это было смешно.